Виталий Вітаю! Сьогодні ми знову разом з вами на Зоряній дорозі. Я, Наталія Самсонова, дуже вдячна постійному ведучому програмі Юрію Красіну за надану мені можливість поспілкуватися з вами. Я радію з того приводу, що можу сьогодні трішки про себе розповісти. Нині я почуваю себе дуже щасливою співачкою, адже річ у тім, що тепер я працюю у продюсерському центрі «Україна-фестиваль», генеральним директором якого є Валерій Куцевалов. Спільно з ним ведеться плідна робота над створенням нового, на мій погляд, дуже цікавого іміджу. Ми багато працюємо над створенням нового репертуару і дуже цікавим є той момент, що тепер я буду співати як українською, так і російською мовою. Багато ми працюємо із стилістами, а також з художником-моделієром агентства «Усі зірки» Ларисою Михайленко. А зараз ми продовжуємо традиційний конкурс програми «Зоряна дорога». Оскільки я була першою учасницю цього конкурсу, то Юра люб'язно довірив мені цю можливість. Тому ми оголошуємо наступного учасника. Хто з українських артистів зображений на цій фотографії? Музичний фрагмент, з якої пісні цього артиста зараз роззвучить. Назвіть ті, якомога більше пісень цього артиста. Переможцям цього конкурсу будуть надані спеціальні преси. Це аудіокасети з автографами цих виконавців, а також прекрасна кава на скафе. Звезда, звездаю говори. Звезда «Зоряна дорога» в гостях. І не просто в гостях, а в гостях у Украинской музикальной ассоціации, которая стала центром всех рок-музыкантов на Україні. Ну, а моими собеседниками сегодня будет група «Окей». А точнее, лидер этой групи – це соліст Сергій Лосик і руководецель групи Юрий Серебряков. Ну, вот прежде чем начать нашу беседу, мені хотілося б спросити у вас. Вот как вы себе чувствуєте в Украинской музикальной ассоціации? І що це для вас таке? І як ви сюди попали? Як відчуваєте в Украинской музикальної ассоціации, це здорово відчувається. Тобто всі ті мечти, які є у любого музиканта, не тільки у рок-музыканта, а у рок-музыканта, тим по-боле, тут є всі всі можливості для того, щоб їх виполити. І нам це доволі добре займатися, доволі прикруто. Тобто, це радо, чістно кажучи, не завжди такою бувається в житті. Так що я, чістно кажучи, я щастливий, що це з'явить. А що таке в Украинській музиканні ассоціации? Все-таки. Як вона створювалася і що це для вас? Ну, во-первых, починаюватися в Олі куль. Він хотів зібратися ровно з'явканців. Але це зробив. Це питання к Сергею. Я знаю, що ти, скажімо так, займав місце, якщо так можна виразитися. Трагеджі погибшого Олега Кулика. Ось як це з'явилося рішення? Я знаю, що хлопців приглашали в цю групу. І, в чому-то, після Олега Кулика, це, наверное, був єдинственній кандидатурою, який був був займати це місце. По поводу того, що я займав це місце, якщо не хотів би так його займати. Це перше. Вторе, в перших, ми з Олегом Куликовим були друзями. Тобто, де-то, ну, це, наверно, високі слова, але хотів би продовжити його робити. А третє, звісно, доволі рішающе, це було те, що поработався з тими музикантами, і я був зрозумів, що лучший був, чесно кажучи, я тут не найбувався. Тобто, професіональний рівень? Совершенно, професіональний рівень, у мені немає ніяких претензій. Ні к постановці делу, ні к репетиціям, ні к роботі на репетиціях і к підготовці пісня. Я, чесно кажучи, я, пожалуй, ніколи себе так здорово не почував. Я був на речі пам'яті Олега в ночному клубе Винго. І, в общем-то, посмотрел на ваше выступление, це було здорово, це було по-новому. Тобто, це був, казалось би, і традиційний рік, але з якимось, з якимось ізюмінкою, з якимось зацепкою новою совершенно. Це була идея Олега? Значально, да, звісно. Тобто, чимось ізюмінкою не було, щоб якимось з'явитися. Тобто, не бути серою маскою. А как вы относитесь к стилистике своей музыки? Ведь ни для кого не секрет, что очень многие группы, рок-группы работают в традиционном стиле. А у вас я как-то почувствовал какую-то шлягерность? Нет, ну во-первых, традицию рок-н-ролла, если нет, рок-н-ролла, изменить нельзя. Это как бы ни пытались с него уйти, если бы рок-н-ролл есть, то он есть. Либо его нет. Конечно, все влияет на то, как его играют, как его исполняют. А на счет стилистике музыки я не критик великого моего счастья, а вообще стилистику определяют критики музыканта. Я играю музыку, я вернее ее пою. Мне она нравится. Но есть ощущение того, что, скажем, при первом ваших песен, которые я слышал, они достаточно шлягерные. То есть они сделаны по-попсовому. Нет, я считаю, что очень хорошо. Ну ладно, по-попсовому. Не надо. В хорошем смысле слова. Ну в хорошем, так это здорово. Меня, по крайней мере, не раздражает группа и песни, и попсов. То, что называется. Но есть стремление к какой-то танцевальности все-таки? Да, конечно. Так рок-н-ролл изначально танцевальная музыка. А как же? То есть рок-н-ролл танцует, это, пожалуй, один из самых популярных танцев. Ну что же, огромное спасибо вам за содержательную беседу. Но по нашей уже сложившейся традиции на программе, с программы никто без подарка не уходит. Поэтому поддержим традицию. И я хочу подарить вам этот замечательный кофе на скафере. Спасибо. А для вас наш музыкальный подарок. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Некую сказку? Так. Вот это да. На сцене должен быть образ. И смотря на который люди, чтобы поверили в свои собственные силы, тоже хотели попасть туда. В выдуманный мир. Вот. Именно разработка такого образа творят мой образ. Я считаю, что самые лучшие люди, специалисты своего дела, это лучший стилист нашей страны, Татьяна Мурадевская. Которой я поражаюсь каждый раз. Единоумная находка по моим идеям. И дизайнер прически, самый лучший, Наталья Венгер, которая работает в салоне Хэвен. Я думаю, что им это удается на все 100%. Я абсолютно не буду удивлена, если на нашей сцене появятся люди, которые будут так же, как и я, наносить неестественный цвет волос. Может быть, это будет синий цвет волос, губ, ногтей. Но разница, по сути, будет очень большая. Именно потому, что цвет зеленых волос у меня прирожденный природный. Что является, в принципе, загадкой природы. Может быть, ошибка, но я этого не думаю. И восьмым чудом света. Скажи, Катя, а вот Чили, я так понимаю, это псевдоним? Да, конечно. Он тоже создан для того, чтобы, ну, скажем так, это соответствовало то есть сказке, которую ты пытаешься создать на сцене. Да, я думаю, что это означает. Вообщество начало Чили берет от слова chill out. Это новое направление современной музыки. Также Чили переводится как острый горький перец, который необходим каждому. Но в переизбытках тоже нужно избегать. Вот интересно, что Чили, то есть перец, если его употреблять, укрепляется нервная система. И человек лучше и непринужденнее себя чувствует в любой, даже некомфортной для него ситуации. Так что слушайте Чили, и вы станете сильнее. Ну что ж, Катя, мне было очень приятно пообщаться с тобой. Я думаю, и нашим зрителям тоже. Ну, по уже сложившейся традиции, никто из нашей программы с пустыми руками не уходит. Так что этот великолепный кофе на скафе твой выбирает. Спасибо большое, что я буду вас пить каждое утро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Річ у тим, що... Субтитры Алексею Дубровскому! Дубровскому! Субтитры Алексею 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 Дубровскому! Я ее очень люблю! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Я и ты! 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 Я себя и ты! Я 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 и ты! Так как это был последний тур, письма, видимо, на этот тур не успели дойти, поэтому мы получили только два письма. А победителем этого тура стал Андреенко Алексей. Ему и будет принадлежать вот эта вот кассета Александра Тищенко и, опять-таки, этот замечательный кофе на скопе. Так что позвони нам по тому же телефону, пожалуйста, и получили свои прелесты. В этом месяце я познакомил вас со следующими событиями из жизни украинских артистов, которые были освещены звездной дорогой. Ну, в первую очередь вы увидели клипы рок-групп Super R, Galactica и группы OK. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok